Глава 2. Что конкретно необходимо делать, чтобы быть здоровым, молодым, красивым? Вначале мы с вами выпишем те основные положения и законы оздоровления, которые ранее описали, а далее начнем рассматривать, как их лучше применять в течение дня, лунного месяца и сезонов года. В результате вы будете иметь повседневные, месячные и годовые рекомендации по оздоровлению собственного организма. Первое. Оздоровление должно строиться с учетом индивидуальной конституции. Второе. Оздоровительные мероприятия должны охватывать все уровни человеческого существа. Первичное сознание, полевую форму жизни и физиологию тела. Третье. Владение собственным сознанием главного условия оздоровления. Сплав воли и знания позволяет заново создавать человеческий организм. Четвертое. С возрастом менять направленность собственной оздоровительной системы для препятствия возрастным процессам. Пятое. Препятствовать быстрому рассеиванию полевой формы жизни. Разумно тратить энергию первичного сознания, главной пружины организма. Шестое. Согласовывать свои оздоровительные мероприятия с биологическими ритмами природы. Седьмое. Иметь здоровое окружение вокруг себя. Создавать благоприятный микроклимат в семье. Прежде чем браться за составление собственной оздоровительной системы, вы согласно указанным пунктам проводите теоретическую подготовку. Определяете собственную конституцию. Том первой целительной силы. Подбирайте средства оздоровления, которые должны охватывать все уровни вашей личности. Том первый. Второй. Четвертый. Нагрузка и дозировка оздоровительных мероприятий должны строиться с учетом вашего возраста. Том второй. Четвертый. Отобранные мероприятия должны быть согласованы с биологическими ритмами природы. Том третий. В результате у вас получится небольшой план личных оздоровительных мероприятий. Теперь этот план необходимо начать воплощать в жизнь, проявляя при этом волевые усилия, создавая новый стереотип поведения. Заниматься необходимо регулярно, нагрузку увеличивать постепенно, достигнув определенной духовной и физической формы, в дальнейшем поддерживать ее на этом уровне. Это называется систематическими занятиями, которые дают стабильные результаты. Пропуски, метание от одной системы к другой, называются нерегулярными, хаотическими занятиями и никогда не приносят стабильных результатов. Систематические занятия по оздоровлению собственного организма предусматривают прохождение ряда этапов. Первый этап. В течение этого этапа вы должны поставить в собственный организм здоровые условия, чтобы он сам начал себя восстанавливать. Запомните это. Сам начал себя восстанавливать. Первостепенное значение на этом этапе имеют очистительные процедуры, полевой формы жизни и физического тела. С помощью дыхания, счастья, ребёфинга, холотропной терапии и дианетики избавляйтесь от эмоциональных шлаков, империла, клеточной памяти, незрелой кармы. Если это не сделать, физиологические функции организма по-прежнему будут идти в патологическом режиме. С помощью очистительных процедур, направленных на очищение толстого кишечника, печени, почек и так далее, очищайте физическое тело. Это позволит вам ликвидировать главный источник интоксикации организма, грязь и патологию, имеющуюся как в толстом кишечнике, так и в брюшной полости. Качественно проведя это очищение, смотрите том первый, вы получите огромное количество свободной энергии, которая ранее тратилась на подавление, интоксикации и тому подобное. Следующая очистительная процедура – очищение печени. Это позволит вам нормализовать все виды обмена веществ в организме, а также кровообращение и пищеварение. Без этой очистительной процедуры вы не можете рассчитывать на стабильное и мощное улучшение здоровья. Большинство ошибок, связанных с ухудшением здоровья, при применении самостоятельного оздоровления, связаны с неочищенной печенью. Сразу пьют урину, получают мощный выброс шлаков из кишечника и печени, который они принимают за отравление и на этом все заканчивается. Свой отрицательный опыт неправильного применения оздоровительных средств они рассказывают другим, дискредитируя тем самым методику естественного оздоровления и укрепления организма. Теперь необходимо очистить почки с целью восстановления службы кислотно-щелочного равновесия, поддержания гомеостаза организма в оптимальном состоянии. Без выполнения этой процедуры у некоторых людей не наблюдается стойкого эффекта. В течение всего первого этапа необходимо применять расшлаковку через кожу с использованием водных и парных процедур. Это позволит очистить жидкостные среды организма на клеточном уровне. Вышеописанное и будет являться первым этапом, который поставит ваш организм нормальные условия существования и даст ему возможность полноценно восстанавливаться. В зависимости от вашей решимости, зашлакованности, болезни и так далее, на осуществление этого этапа требуется от 1 до 6 месяцев и до года. Одновременно с началом очистительных процедур вы начинаете изменять питание и образ жизни с целью приближения его к нормальному, естественному, видовому. Второй этап. После того, как ваш организм поставлен нормальные условия и может полноценно самовосстанавливаться, вы начинаете проводить мероприятия по укреплению полевой формы жизни, а через кишечную гормональную систему выравниваете все функции на физическом уровне. Чтобы успешно все это сделать, следите за своим обыденным сознанием, медитируйте, работайте с сознанием органов, правильно кушайте, давайте физическую нагрузку, правильно голодайте. То есть стимулируйте биосинтез и биоэнергетику в физическом теле. В соответствии с индивидуальной конституцией вы подбираете физические упражнения, виды спорта, а также дозировки. Это же касается дыхательных упражнений, закаливающих процедур и голодания. Ввиду того, что физическое тело человека почти полностью обновляется в течение года, то этот этап займет у вас год. В течение этого года вы замените старое тело на новое. Главной особенностью этого этапа является умение самостоятельно регулировать жизненные принципы, а не же доши, ветер, желчь, слизь. Если вы не научитесь этого делать, то вас ждут типичные ошибки. Вы будете превозбуждать тот или иной жизненный принцип, а с ним те или иные функции, что приведет к специфическим расстройствам организма, описанное в томе первом, втором целительных сил. Это другой подводный камень, о котором разбиваются энтузиасты оздоровления. Третий этап. После того, как вы перестроили собственное тело и научились регулировать жизненные принципы, вам остается препятствовать возрастным процессам, происходящим в организме. А именно, высыханию, снижению тепла, увеличению количества старых клеток, опусканию органов, угасанию биосинтеза и биоэнергетики. Для этого вы также, с учетом индивидуальной конституции и возраста, подбираете оздоровительные средства и процедуры на всех уровнях человеческого существа. Например, на уровне полевой формы жизни и первичного сознания образно-волевые настрои. От высыхания организма дважды в день применяете контрастный душ, смазываете тело упаренной уриной. От тепловых потерь кушаете пищу в теплом виде, слабо тушеные овощи, горячие каши. Для препятствия опусканию и смещению органов обратные позы йогов. Для поддержания биосинтеза и биоэнергетики регулярно проводите умеренную физическую нагрузку. Для избавления организма от старых ослабленных клеток голодайте в посты, что позволит вам заодно и поддерживать внутреннюю чистоту на клеточном уровне. Особенно если вы будете голодать 2-3 раза в год по 10-20 суток, то надобность в клизмах очищения печени и почек отпадет. Все будет очищаться естественно голодом на урине. После того, как у вас начался третий этап оздоровления, его можно стабилизировать на несколько лет. Ведь организм изменяется медленно. Теперь можно поговорить о распределении оздоровительных мероприятий в течение дня, лунного месяца и года. Повседневные рекомендации основаны на индивидуальном подходе. Должны охватываться уровни человеческого существа, согласованы с биоритмами суток. Чтобы осуществить их на деле, вам необходимо рано вставать примерно в 6 часов утра, проделать повседневные гигиенические мероприятия, сходить в туалет, промыть нос, умыться. Для владения сознанием и препятствия рассеивания полевой формы жизни, выполнить медитацию, образно-волевой настрой или аутогенную тренировку. Это у вас должно занять 20-30 минут. Теперь желательно растереть тело упаренной уриной для микроэлементной подкормки организма и так далее. Смотрите том 3 уринотерапия. Минут через 10-15 принять контрастный душ, закончив его прохладным. Теперь можно выполнить комплекс упражнений или ассан, или пешком пойти на работу. Здесь все зависит от возможностей человека, индивидуальных склонностей и желаний. Главное, чтобы на все эти мероприятия, утренние, у вас уходило не более 30-45 минут. Первый прием пищи делайте тогда, когда у вас появится чувство голода. Это может быть с 9 до 12 часов. Ничего страшного в этом нет. Удовлетворите голод простой пищей с учетом вашей индивидуальной конституции, как описано в первом томе. Второй прием пищи. Также сделайте, когда у вас появится чувство голода, но не позже к 16 часов. После этого времени можно лишь пить воду, отвары, трав, настои и так далее. Если вы будете так поступать, то у вас голод, естественно, будет появляться утром. При этом надо следить за количеством принимаемой пищи. Ни в коем случае не переедать. Мы съедаем раз в 5 больше, чем нам надо. Поэтому нам не хочется есть. А для того, чтобы мы захотели есть, надо соблюдать вот это правило. В течение дня вы перестанете уставать. Небольшой ужин не позднее 19 часов возможен только лицам с выраженной конституцией ветра. Им же рекомендуется через 2-3 часа после первого приема пищи выпить сладкий горячий напиток, отвар трав с медом, либо кисель, что еще будет лучше, в теплом виде. Ибо они быстро теряют энергетику и устают. Всем остальным конституционным типам указана схема питания вполне подходит и оправдана с практических позиций. До 18-19 часов вы можете заниматься обыденными делами. После того, как вы вернулись домой, с целью восстановления свежести в организме, вы можете помедитировать, выполнить аутогенную тренировку в течение 20-30 минут, принять контрастный душ или смазать тело упаренной уриной с последующим смыванием ее теплой водой. После выполнения указанных процедур или одной из них, у вас обязательно появится энергия, и вы можете позаниматься в течение 30-60 минут любыми физическими упражнениями по желанию. В вечерние занятия обязательно включайте упражнения на живот и позвоночник. Можете выполнить пробежку, прогулку, позаниматься с тяжестями. Главное прокачать кровь по организму, усилить циркуляторные процессы, активировать биосинтез. После занятия отдохните, успокойтесь, выпейте отвар из трав, напиток подбирайте с учетом индивидуальной конституции, сделайте текущие дела по дому, перед отходом ко сну подведите итоги дня, прочтите волевой настрой или помолитесь и отходите ко сну. В зависимости от возраста или индивидуальной конституции, время отхода ко сну не должно превышать 22 часа. Лучше раньше вставать. Подобные повседневные рекомендации позволяют вам полностью вписаться в биоритмы суток, получать достаточную физическую нагрузку от 1 до 2, а то и 3 часов, противостоять процессам старения. Месячные рекомендации. Они основаны на особенностях лунного цикла. С его учетом вы будете давать усиленную или умеренную нагрузку на организм, выполнять очистительные процедуры, как общие, так и локальные, проводить пищевое воздержание или голодание с целью получения максимального эффекта. Таким образом, ваши ежедневные занятия будут колебаться в интенсивности нагрузки, целенаправленности воздействия в зависимости от положения Луны и Солнца. Месячные рекомендации особенно касаются желающих серьезно работать над собой, особенно спортсменов. Грамотное распределение нагрузки, а также восстановительных процедур – ключ к успеху в любом виде спорта. Сезонные рекомендации. Они основаны на циркуляции энергии в Солнечной системе и Земле. Этот вид энергетической циркуляции находит свое отражение в виде длительных биоритмов в организме человека, последовательно активируя тот или иной орган физиологическую функцию. В соответствии с этим должны меняться и оздоровительные средства, а также их направленность. Зная эти особенности, вы можете целенаправленно оздоравливать тот или иной орган, очищать и укреплять его, используя весь арсенал оздоровительных средств. От работы с первичным сознанием до целесообразного питания и тому подобное. Если, к примеру, взять голодание, то в различные сезоны года оно по-различному воздействует на организм человека. Поэтому необходимо знать эти особенности с целью избегания неблагоприятных влияний и усиления благоприятных. Все древние системы оздоровления в первую очередь подчеркивали важность биоритмологических факторов и рекомендуют согласовывать свою жизнь и оздоровление только с ними. В связи с тем, что в зависимости от сезонов года возбуждается тот или иной жизненный принцип, то есть слизь, желчь, ветер, вы образом жизни, процедурами и питанием должны уравновесить его возбуждение. Поэтому, хотите вы или нет, но без гибкого подхода, осмысленного, оздоровительного процесса вам не обойтись. Жизнь и здоровье – самое дорогое, что имеется у человека. Поэтому подход к этим основополагающим процессам должен быть наисерьезнейшим и тщательно изучен. Прислушивайтесь к собственному организму, вникайте в его процессы, пробуйте понемногу влиять на них, набирайтесь осмысленного опыта и у вас все будет получаться, невзирая на индивидуальную конституцию, возраст и болезни. Особенно тщательным оздоровительный подход должен быть при болезненном состоянии организма. Вы должны подметить, в какое время суток происходит обострение болезни, какие жизненные ситуации приводят к обострению, какие процедуры пищи и так далее благоприятно влияют на вас, а какие наоборот приводят к обострению. Далее подметить, какое время года вам особенно неблагоприятно и что происходит с вашим организмом. И наоборот, какое время года наиболее благоприятно. Это же касается и лунного цикла. Поэтому прислушивайтесь к собственному организму, он самый надежный подсказчик и учитель. Теперь вам остается убрать из своей жизни все, что разрушает вас, и оставить то, что благоприятствует ей. Рекомендации для лиц с выраженными конституциями ветра, желчи и слизи. Рекомендации для лиц, имеющих выраженную конституцию ветра. Лицам, имеющим подобную конституцию, желательно придерживаться следующего распорядка дня. Вставать позже, примерно в 7 утра, натереть тело оливковым маслом, а затем остатки смыть под теплым душем. В течение 20 минут выполнить медитацию или расслабление с последующим волевым настроем на уверенность в себе, без страша. Далее необходимо выполнить серию спокойных упражнений с акцентом на позвоночник. После этого плотно позавтракать и заниматься повседневными делами. Часа через два выпить горячий отвар с медом или кисель теплый и продолжать трудиться. Как только появится голод, удовлетворить его, то есть пообедать. Часа через два выпить горячий отвар из трав медом или теплый кисель. Вечером сделайте небольшой прием пищи до 19 часов из легко усваиваемых продуктов. Горячая ванна с последующим смазыванием тела оливковым маслом – прекрасное средство, противодействующее потерям тепла и влаги у этих людей. Послушайте спокойную медитативную музыку и отходите ко сну с мысленным настроем на уверенность в себе в своих силах. Подобная программа позволит этим людям не терять вес, быть спокойными, сохранять тепло и влагу в организме, иметь нормальное пищеварение и сон. Особое внимание этим людям надо уделить очищению полевой формы жизни с помощью вышеописанных средств. Особенно подойдет для них дианетическая терапия. В течение лунного цикла люди с выраженной конституцией ветра могут дважды голодать в течение суток в дни Икадаши, делать Шанг Пракшалану в день трубы, давать усиленную нагрузку в первую и третью фазы лунного цикла. Рекомендации по сезонам года будут следующие. В сухие и холодные сезоны года особое внимание уделять потреблению пищи в горячем виде, тушеные овощи, горячие напитки, особенно кисели, каши в горячем виде с топленым маслом, можно сало есть, горячие ванны с последующим обильным смазыванием тела оливковым маслом, спокойное упражнение, медитация или аутогенная тренировка на расслабление. И если эти люди надумают голодать в течение 7-14 и более дней, то этот голод надо запланировать только на теплое и влажное время года. Лучше всего на Петров пост перед летним салцестоянием. Рекомендации для лиц, имеющих выраженную конституцию с желчью. Людям с подобной конституцией желательно придерживаться следующего распорядка дня. Вставать между 6 и 6.30 часами утра, принимать контрастный душ, в течение 20 минут выполнять медитацию, либо аутогенную тренировку с последующим волевым настроем на ровное, спокойное отношение ко всему окружающему, на эмоциональный контроль и сдерживание гордости, хвостовства и раздражительности. Далее, желательно выполнить небольшой комплекс упражнений с акцентом на проработку брюшной полости. Это будет у Диана Банха, то есть подтягивание живота в наклоне, на Оли, кручение мускулами живота в наклоне. Это позволит им избегать проблем, связанных с застоем желчи. Первый прием пищи необходимо сделать тогда, когда появится чувство голода, удовлетворить его небольшим количеством пищи. Теперь вы можете заниматься повседневными делами. Когда почувствуете первое приближение голода, выпейте освежающий прохладный напиток, либо умеренно теплый, вяжущий сладкого или мятного вкуса. Продолжайте заниматься повседневными делами и примерно между 15 и 16 часами плотно пообедайте. В дальнейшем, когда захочется пить, употребляйте напитки с вышеуказанными вкусами. Вечером, между 18 и 19 часами, можете дать физическую нагрузку, это пробежка, прогулка, занятия с тяжестями и так далее. После отдохните, выполните расслабление, отключите мысли, не планируйте наперед никаких дел. Чрезмерная мыслительная деятельность у таких людей способствует перевозбуждению жизненного принципа желчи, что приводит к раздражительности, изжоге, ранней седине, потере волос и ухудшает зрение. Весьма хорошо для этого подойдет спокойная музыка, отключающая мозг. Спать ложиться этим людям необходимо до 22 часов вечера. Если они в это время не заснут, то появится аппетит, и они не смогут сдержаться, чтобы не наешься на ночь. В результате пища полноценно не усваивается, желчь загустевает, что приведет к проблемам с пищеварением, желчным расстройством, зашлаковке организма, плохой кровью и кожей. Необходимо провести анализ, откуда берется раздражительность, злость и искоренить их с помощью очищения полевой формы жизни, а также работы над своими чертами характера. Подобная программа позволит этим людям быть уравновешенным, улучшить контакты с людьми, поможет избежать нервных срывов, проблем с пищеварением, кровью и кожей. В течение лунного цикла люди с выраженной конституцией желчи могут дважды голодать по 36 часов в дни икодаши, распределять физическую нагрузку по фазам лунного цикла, как и с конституцией ветра. Рекомендации по сезонам года у них следующие. Им не нравится сухая, жаркая погода. Поэтому лето с вышеуказанной погодой, особенно неблагоприятная для них пора, может произойти перевозбуждение жизненного принципа желчи со всеми последствиями. Этим людям не следует поджаривать себя на пляже, а наоборот, больше плавать, потреблять прохладные напитки и находиться в тени. Что касается питания, весьма хороши для них салаты из свежих овощей, фрукты в сыром виде. Летом эти продукты охлаждают организм человека, что уравновешивает их внутренний жар, разжижает кровь и желчь, способствует нормальному самочувствию. В холодное время года им подойдет теплая водянистая пища. Во все остальные сезоны года они могут заниматься любыми видами спорта, но летом для них подойдет плавание. Что касается рекомендаций в голодании, то теплое и влажное время года наиболее благоприятны для них. В это время они могут голодать до 20 более дней. Голод очистит и умиротворит этих людей и будет легче переноситься, чем другое время года. Рекомендации для лиц выражены конституцией слизи. Как правило, это большие и физически вялые люди. Им надо заставить себя двигаться, преодолеть собственную инерцию и тогда все будет хорошо получаться. Вставать им необходимо между 5 и 6 часами утра, тогда весь день они будут свежи и работоспособны. После гигиенических процедур им весьма подойдет силовой массаж всего тела с применением упаленной урины, а также методика по преобразованию мышц. Это подсушит и оживит их тело. После массажа урину смыть под теплым душем, а закончить процедуру прохладным. Далее, желательно дать интенсивную физическую нагрузку в течение 30-45 минут в виде бега, быстрой ходьбы, чтобы кровь усиленно зациркулировала по всему организму, а в теле появилась теплота. Во время занятий дать волевой настрой на активность, работоспособность, неутомимость. Завтрак этим людям можно пропустить, просто выпить отвар горьких трав с небольшим количеством меда. После этого им необходимо трудиться до появления волчьего аппетита. Обедать надо в полдень небольшим количеством пищи, состоящим из слегка тушеных овощей. Главное, чтобы они были теплые, почти без масла, сухой каши или хлеба из проросшего зерна. Такое питание не позволит этим людям расползаться в стороны от жира и воды. Далее вы можете заниматься своими повседневными обязанностями. Если обратно появится волчий аппетит, то покушайте как в первый раз, но не позднее 16 часов. После продолжайте заниматься своими повседневными делами. Если захочется пить, то выпейте напиток с горьким вкусом, можно горячий. После прихода домой выполните еще раз массаж своего тела с упаренной уриной и примите контрастный душ. Если появится желание позаниматься, интенсивно подвигайтесь в течение 30-45 минут до появления пота. Отход ко сну делайте после 22 часов. Подобная программа позволит таким людям всегда сохранять собственную фигуру устроенной, не впадать в лень и апатию, избавиться от простудных заболеваний. Последнюю треть жизни их программа должна измениться с целью предотвращения потери тепла и воды. В течение лунного цикла люди с выраженной конституцией слизи, помимо голодания по 48 часов вместо 48 часов на воде и урине, они могут голодать насухо 24-36 часов в дни Кадаши, могут дополнительно голодать во все благоприятные для этого дни, плюс к этому по 3 дня в наиболее благоприятные фазы. Вторую и четвертую. Что касается распределения физической нагрузки, то нас справедливо, как и для предыдущих конституционных типов. Рекомендации по сезонам года для лица слизистой конституции отличаются от предыдущих. Люди с этой конституцией не любят сырую, прохладную погоду. У них всегда возникают сложности со здоровьем, когда наступает весна и осень или сырая зима. Поэтому для противодействия сырости и прохлади, в это время они должны вести подсушивающий их образ жизни. Париться в сауне, поменьше принимать жидкости, жиров, побольше двигаться с целью поддержания высокой циркуляции и теплотворных способностей в организме. Наиболее благоприятное время года для них сухое и жаркое лето. Они любят загорать, и если им рекомендовать голодание, то это самое лучшее время для его проведения. Сухость и теплота уравновешивают их повышенную слизь и холод в организме, в результате чего они чувствуют себя прекрасно. Этим людям подходят большие сроки голодания до 30-40 суток. Им подходит сухое голодание, которое противопоказано для всех предыдущих конституций. Что касается физической нагрузки, то для них идеальные длительные циклические упражнения типа бега трусой, длительных пеших переходов, занятий с тяжестями, вес небольшой, а повторений много. Послесловие к этой части. Из содержания этой части становится ясным, что не может быть одинаковых рекомендаций для всех людей. Существует знание о природе человеческого организма, об отличии одного человека от другого. Имеется круг определенных оздоровительных средств, процедур и так далее. Ваша задача гибко применять все это богатство для себя с учетом собственной индивидуальной конституции, возраста, сезона года и циклических процессов, происходящих в природе. Все это называется собственной оздоровительной системой. Никаким другим системам и методикам, дающим жесткие установки, в ней нет места. Что касается лечения конкретных заболеваний, то здесь веками установилась большая путаница и неразбериха. На самом деле нет никакого лечения, а имеется грамотное отношение к собственному организму, которое в случае заболевания позволяет поставить человека в такие рамки, которые исключают воздействие патологических факторов, внешних и внутренних, физических и психических, вызвавших его. Любое отклонение в здоровье указывает на одно. Человек что-то не так делает, не так живет, а потому болеет. Значит, надо ставить себя, свой организм в условия, противоположные болезненным. Вот и все лечение, без таблеток, операции и прочего многообразия лазера и рентгенотерапии. Поймите, наконец, все многообразие современных медицинских средств не устраняет причин заболевания, а борется лишь со следствиями, что и делает эту борьбу не только бесполезной, но и вредной, ибо во время лечения в кавычках ослабляется весь организм, а неустраненная причина заболевания теперь легче поражает человека, вызывая массу осложнений и более серьезных заболеваний, которые появляются не сразу. Причине необходимо время для нового поражения органа, взявшего на себя функцию больного и уже за счет этого поставлено в режим скорейшего износа. Я вам предлагаю задействовать механизмы естественного оздоровления, которые справятся с сотнями и тысячами смертельных и неизлечимых болезней. Сотни и тысячи примеров говорят о таком положительном опыте, а миллионы отрицательных примеров говорят о другом. Нельзя так лечить. Мой четырехтомник рассказывает, как надо правильно лечить любого человека, как надо оздоравливать себя. Все основано на науке, на лучших достижениях, проверена практика. Никто не смеет открыто выступить против этого общечеловеческого знания. Вообще за всю историю существования современной медицины в плане подлинного оздоровления народа, конкретных рекомендаций ничего не сделано и не будет сделано из-за того, что части людей выгодно пользоваться нашей темнотой и серостью, строить на этом свое благополучие. Субтитры Продолжение следует...